Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 917. События дня. Колоссинам 3.23.25. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. За 20 июня 2018 года. Ну, какие события в деревне, в 20 дворов? Нету даже. Стоят там еще пустые. События такие. Я говорил, что делал это, как я в это верю, по откровению Божию. Ночью мне Господь побудил к этому. Подать в суд на прокурора Мамонтовского района Королева. Максима Васильевича. Полковник. За то, что натравлют там председателя Сельсовета Корченского, что послал технику, уничтожили строение бывшего детского трудового православного лагеря Стана в честь Климента Анкирского в 312 году, казненного священномученика, епископа, уничтожить. Ну, как это оставлять? С чем это вызвано? В лагере 70-45 лет. 45 лет. Ну, под напором Роспотребнадзора я вынужден был принять этот вызов их. Все это выставлю в роликах. И, как основатель лагеря, имею эту власть, закрыть лагерь и расформировать. То есть, в прежнем варианте, в прежнем виде, в прежнем формате его уже никогда не будет. Мне 79 лет, 80-е идет. Это первая очередь. Все правила, все это знать. Ну, а во-вторых, мы увидели, что нам это лучше. Приобрели несколько домов здесь, и теперь в них находятся с родителями, приезжают дети. И никакой Роспотребнадзор нас не трогает. И мы благодарим за нападки на нас, какие были тогда. И мы тогда благодарили, но сейчас мы увидели, что это хорошо. И на следующий день, уже 19 июля 2016 года, я в дар деревне передал все строения и все, что там есть у них. То есть, это не наше уже имущество. А об этом, что нападать будут, даже в мыслях не было. Ну, 45 лет. Коммунисты были. Нападки, как в 98-м году, 15 краевых комиссий. Все это выдержали, и мы остались живы. Я подал в суд, все процессы выиграл. Люди были, которые нападали зря, вынуждены опубликовать опровержения. Клеветнические, заведомо ложные измышления. На меня, на лагерь, вот. А вот этот прокурор, он никак. И мы решили, я просто ночью получил откровение от Бога. Я получил. Я верю в это, а кто не верит, не надо ему и насиловать себя. Не верь, да не верь. Что подать на него в суд. Я тут спрашиваю юриста, очень близкого знакомого. И батюшку отдельно там спрашивал, и старосту. Скажите, вот, вы верите в том, что среди ночи, в 33 минуты первого, мне позвонил генеральный прокурор Российской Федерации. И сказал, не сидите спокойно, подайте в суд на вашего прокурора. Вы верите в это? Они так смотрят, ну, сомнительно это. Во-первых, среди ночи. Вы звоните, советовать, не знаю. То есть, веры в вас нет. А вы верите всему, что в Святой Библии написано? Ну, да. Но верите, что ангелы есть такое существо, творение, нетелесное, духовное. Ну, да, верите, что через них Господь открывает волю свою. Тут все они верят. Ну, а верите, что это и сегодня так же действует? Иисус вчера, сегодня и во веки тот же. Ну, да. То есть, 13-7 евреям все признают. Ну, вот. Ну, вот мне ночью явился ангел, разбудил меня, тронул за коленку меня, я проснулся и сразу на молитву. И на молитве, как экран высветало, подать в суд на прокурора. А дальше Бог берет все в свои руки, поднимет народ на молитву. Я всех призываю во всем мире начать молиться за спасение души этого прокурора. От него пришло постановление, то другое. Я гляжу, подписи нету. Я вставочку делаю это. Давай смотреть, а Елена Анатольевна, жена старосты-то, Барабаша, и она говорит, а тут какая-то черточка стоит. Ну, черточка, это же не подпись. Что мы? Подписи не знаем. Ты зайди в интернет, заряди Рузвельт, Сталин, Гитлер, Черчилль. Ну, люди, которые причастны были к войне. Ну, теперь возьмем писателей, Шолохов, ученых. Ну, всех. И там написано, если это в интернете показано, его подпись, как он подписывался. А здесь ничего нет. В виде галочки перечеркнуто. Я написал, что поступило постановление, распоряжение от прокурора без подписи. Это его тронуло. Он перво начал, как без подписи, а вот где? Я говорю, ничего нету, чистое место. А кто вам дал копию? Я говорю, в сельсовете снимали копию. Он берет другой лист, там на столе у него лежат, и показывает, ну, вот подпись. А какая подпись тут? Черточка стоит-то. У вас даже, вот только сейчас вы поставили. Вы что, писать не умеете? Я говорю, в школе не были? Да ты, грудничок поставит такую палочку. Вы что, меня учить будете? Я говорю, вы в ноги годитесь. Как со мной разговариваете-то? Раз вас никто не учил, я буду учить. Как расписываться? Букву напишите. Первая К. Как она пишется-то? Так палочка и две. А вы? Ну, вот так будет Королев. Фамилия Королев. Вот. Ух, он на меня стал смотреть так, прям, говорит, как Ленин на буржуазию. Я расскажу еще, как добивался к нему. Ну, не в этом дело-то. Дело в том, что я пришел с миром, а никак, но в суд подать? Тут против были. Ну, прочитал, батюшки прочитали, ознакомились кое-кто и одобрили содержание. Ну, я стал, а Игорь в городе был, остался барабаш там, там какая-то выставка сельского хозяйства, и ему, может, что-то найдет. Он любит на этих выставках быть. Я, Лена, говорю, сходи к Алексею Устинову. Я пошел. Это вот события дня. И он сразу согласился. Я все документы собрал, поесть, попить. И с собой поехали этой дорогой на 73-й километр, страсти к нам. Пожалели. Мы едва-едва вылезли. Там Женя Долгова техники столько по сторонам стоит. А проехать там куча и куча. Он привез разного такого твердого мусора или что-то, чтобы дорогу как-то выправить. Ну, все лежит неразровненное. Кое-как вылезли на трассу. Кое-кое-как. Ну, вылезли. Первым делом, я говорю, давай суд искать. В суд пришли. А Лена, когда поехала, она мне документы степлером этим своим, скобочками-то соединила. Одну положила, такая интересная у нее, как тетрадка. И берешь оттуда там вторая, отдельно друг от друга. Ну, как мультифоры. Ну, и хорошо, что три взяли. Оказывается, ИСУ я должен дать. Никто не будет. Пришли в суд и сразу на улице еще начали снимать, который сидит там охранник-то военный. А что снимаете? Я говорю, нравится и снимаю. Кто мне запретить-то здесь? Это же не военный объект. Я говорю, вы что, правила не знаете? 330-я уголовная статья, вы уже попадаете под нее за то, что препятствуете мне снимать. Бери 19 дробь 1 Гражданского кодекса АПО. Он замолк. Ну, дальше мы. Он вызвал. Я, говорит, вызову сейчас, пошел вызвать. Я говорю, Алексей, давай снимай тогда у меня документы. Все, заснял документы, которые пришли мы к делу, к этому. Вышел, правда, человек и стал документы там проверять. А в это время вышла женщина, одетая в форму, как судьи. А что вы снимаете? Так, спокойненько. Мы говорим, документы свои, она не разговаривает, зашла в кабинет. То есть, никто не препятствует. Мы все засняли. Повторяю, засняли. Здание суда. А тут даже на улице в городе выскакивал один. Не снимайте, я не разрешаю там это. А на улице я интервью давал о Калафе. Надписи, что Краевой суд. Ну, народ невежественный, ничего не знает. Только получку ждут. Ну, ладно. В суд подали. Печать поставили нам, что принято. На нашем у меня три экземпляра. Один в суд, другой из суд. Я там и Королёву Максиму Васильевичу, прокурору Мамонтовского района, села Мамонтов, Алтайского края Российской Федерации. А третий мне на моём они поставили. Я говорю, теперь прокуратуру. А там уже мне знакомые были. И стали. А потом один человек, там сидит секретарь. И рядом с ним фамилию я не узнал. Но спросил, как звать. Он говорит, Максим Владимирович. А тут прокурор Максим Васильевич Владимирович. МВ подпишется. Ну, такой русоволосый, высокий. Мы тоже всё заснимали. Я говорю, мне нужна встреча. А встреча у него, для личных встреч, седьмой, это во вторник, там, кажется, и пятницу. Я говорю, ну, мы едва на трассу выехали. Как я в пятницу приеду-то? Кто меня повезёт? Такая непогода стоит-то. А у них, правда, там висит расписание, когда внизу написано, ведущий из вещальных таких обстоятельств, где-то может прийти в другое время. Я говорю, вот, мы попадаем под это. Во-первых, это 60 километров намотали. Грязь. Едва выбрались. Машину-то, думали, оторвало там бампер или ещё там всё. То есть, с колдобины в колдобину. Ну, просто невозможно ехать никак. А он не принимает никак. Я говорю, скажите, что принял. Я пришёл с дарами. Я привёз сумки, трёхтомник Нового Завета, 26-й том открытым оком. Для слова Божия нет устки, с ним православие. Решил подарить. Ну, я говорю, ничего себе, подал в суд, а потом дарить. Учить меня не надо. Повторяю, я делаю по откровению. Я в это верю. Что мне Господь указал такой путь. А почему? Я для себя так думаю. Если бы суд я бы не подал, он вообще бы разговаривать не стал. А так как этот помощник Максим Владимирович уже прочитал, он ему об этом сказал. Тот уже, я думаю, под напрягом был. И он лучше принял. Так мог и не принять. Так что тут учить не надо. Это практика показала уже. Я верю, я делаю по откровению Божию. Ангел явился и мне сказал, что нужно делать. Ну, никак не принимает. Ни под каким видом. Я наговариваю. Всё это записано в ролике. Никак. Никак. Ну, что будешь делать? Никак. Я говорю, ну скажите ему, чтобы он знал. Я лягу у него тут у дверей. Через меня пойдёт перешагивать. Он мне ничего не сделает. Я не уйду. Пока я его не увижу, не передам ему, что сказать нужно. Дело-то. Ну, стоим там, разговариваем. Уже отключили. В это время вышел этот Максим Владимирович. Такой уже соволосый, высокий, приятный человек. Не пузатый и не тощий, как я там или кто-то. Вот. И говорит он. Приглашает вас зайти. Приглашает, кажется, сказал. Я говорю, я плохо слышу. И со мной зайдёт Алексей Владимирович Устинов с аппаратом. Он говорит, только без записи. Я сразу подумал, ничего себе. Я всегда, кто мне не даёт запись сделать где-то, я понимаю, там что-то есть. То, что ему есть, что скрывать. Как говорится, тёмная лошадка и тёмная тележка. Ну, я так подумал. Я скрываю, ничего это нет. Ну, зашёл я. Он показывает мне. Садитесь. Я сел. Что вы хотели? Я говорю, показываю то, другое. Я не приму ничего от вас. Видимо, уже то сработало. Это и хорошо. То есть, у меня я с книгами являлся самой высокой инстанцией. Самое высокое. До министерства. В посольство Великобритании. Там, Германии. Ну, везде, где бы я ни был. Где нас задерживала полиция. За рубежом. Переплывать когда. Какие-то препятствия. Я сразу раз. Заполнительные были взяты книги к истинному православию. Для слова Божия нет. Особенно трёхтомник. Тяжёлая артиллерия. Всё пробивало. Задерживали нас. Не как граница Румыния-Болгария. Только подал. Всё двери открыты. И книги я до этого не знал. А потом вычитал, что книга эта единственная. Что не входит во взятку. Взятка строго там на таможне. Их там чуть не до 15 лет им срока. Тем более брать будут, думаю. Как Пётр Первый сказал. Эта свора себя прокормит. Вот. Это всё попутно говорю. Ну, и здесь стали говорить. Я говорю, зачем вы это делаете? Вы сейчас натравливаете председателя Сельсовета Корченского. Которому принадлежим. Чтобы снесли. И речь идёт о 0,5 гектарах. Земли не сельскохозяйственных. А там были когда-то фермы. И сгруженные бульдозерами кучей на этой куче. А что показывают по плану. Это там дальше. Там непроходимая у нас. Крапива растёт. Но мы оградили всю эту кучу. И они эту кучу, на которой ничего нету. Ничего там посадили берёзки. И всё. Ничего там нету на той. И тоже. Ну ладно же. 0,25 гектара. Четверть гектара. Что это такое? Тем более там ничего кроме крапивы не растёт. И конопля раньше росла. Сейчас мы её выдрали. Её нету там. И надо снести ему. Бульдозеры. Оказалось. Обратно ехали к председателю свесовета. Заехали. Она, кажется, Трушакова Людмила Алексеевна. За неё все молитесь. Она очень расположена. Она сказала, я ни под каким видом против не буду. Меня бабушка так не воспитывала, чтобы я ломала. А я строила, помогала людям. И мы у ней 40 почти минут в комнате были. Всё записали. Она копии сняла. Все проводила нас. Ну, как бы родная и близкая. За неё тоже молиться надо. Потому что он её может ущемить и крепко. Обычно начальствующие, я конкретно не говорю, когда кто-то сопротивляется, они легко его сваливают. А они же меня, да, сожрал его, проглотил, да и всё. Но я не знаю, как этот поступит. Я ему сказал, не делайте этого. Вы уходите на тропу войны. Вам не устоять. Вас сметёт. Вас в хлам Бог превратит. Я ему всё это сказал. Этого нельзя делать. Мы кому мешаем? Тем более, это строение лагерное, это 0,05 гектара. Смешно даже говорить-то. Даже плодородной земли пяди нету. На ладонь нету. И он об этом уже не говорит. Ну, наконец проговорился. Я не сам, я только подписываю. Вроде видно, что не сам. Я не поверил ему здесь. Дескать, кровая вы. Надо обращаться туда. Я говорю, только вчера были там в краевой прокуратуре. И гляжу, у него как-то сразу он так, это, голову всё опущено было. Тут гляжу. Я внимательно наблюдаю это. То есть он не ожидал этого. Я говорю, вы понимаете, что будет известно очень далеко при наших средствах информации. Призовём людей на молитву. Вам не устоять. В хлам превратит Господь все ваши замыслы. Я говорю, знаете, у вас мысль такая. Вы мне угрожаете? Вы все говорите. Я хотел заранее сказать. Я пришёл угрожать вам судом Божьим. Вы тоже умирать будете? И бог спросит, что вы делали. Это уже музей. Превратили в музей. Частный музей. Я посмотрел в интернете, я любое могу. Музей червей, музей туалетов. Что угодно делать. В частном порядке. Но зарегистрироваться в реестр государственных, это очень трудно. Но уже начали прорабатывать. Вот до президента дойду. Потому что наш настолько уникальный музей, что равных ему нет и не будет. Почему? Потому что все музеи, ну, куклы такие есть. Да и слово музей, что означает посмотреть? Это муза детей. Какое отношение к детям имеется? Кто-то собирал трубки там какие-то или Лермонтове, Пушкине. Какое отношение к детям-то имеет-то? А у меня прямой детский лагерь. В соответствии с словом музей я отношусь конкретно. Там может ещё кто-то где-то есть. Но я передаю опыт. Опыт для будущего. В музей приезжающие люди. Говорят, будут бедные. Бедных всегда хватало. Я им покажу, как можно в бедности жить красиво и интересно. При нападках власти выстоять 45 лет. Нас душили ужасно как. И ничего не могли сделать. Ничего. Почему? Молитва Бог. Я показал, как бывший прокурор, генерал-лейтенант Параскун Юрий Фёдоров всегда нам помогал. А на вашем месте сидел Сухов здесь прокурор. Тот помогал, сам привозил на отпущенное прокуратурой края средства для лагеря нашего. Покупал нужные продукты, там овсянку, гречку. И сам таскал. Прокурор сам носил и ссыпал в ларь. Я был после операции на позвоночнике. Ничего не мог сделать. Я никто ещё не приехал. И он нас защищал. И здесь не защитит. Господь через всех защищал. И выдвинет таких же защитников. Я ему это всё говорю. Я гляжу у него бумаг. Много тут что-то он пишет. Особенно его тронуло, что без подписи. Эту корючку его. Просто как вот пальцы расширить, как Викторе показывает, и перечеркнуть. Больше ничего там нету. Да какая же эта подпись-то? Это насмешка. Он над всеми насмехается или неграмотный? Абсолютно не знает ни одной буквы алфавита. Я ему это всё сказал. Поэтому могу повторить сегодня. Я говорю, я вот принёс вам дары. Дары такие, чтобы были мы близкими, почти друзьями. Приглашаем вас в гости. Приехали. Но зачем им против нас-то воевать-то? У нас опыт. Это строение. Там вложено столько. Я там сколько лет трудился, вложил туда всё до копейки. И на шиферы, и на... Там из дерева, что из железа. Ну всё там такое. Стекло сломать. Зачем? Вопрос никто не может понять. Зачем? Пять соток. Всего пять соток. Я перечисляю, что в этих пять соток входит келье. Но он комплексный. Почему? Потому что часть лагеря как бы находится здесь. Баня была там за пределами, а теперь в деревне. Колодец там был у пруда, теперь в деревне. Там игровая площадка, качели огромные. Вторую часть сделали здесь. Стирка была там, теперь здесь. Ну то есть электричество. Ну всё. Лагерь как бы половина уже в деревне был. Поэтому называю его комплексным. Комплекс. Всё включает. И вот теперь нам нужно, чтобы кто услышит то, что я говорю сейчас, вступились в молитвы и дальше ходатайствовали вплоть до президента Гагского суда. И перед Богом главное, чтобы Господь усмирил этого Максима, прокурора, обратил его к Богу, и чтобы судный день Бог не помянул всем моим недругам их безумие, что они воевали и творили. Все. Я христианин, я знаю, как делать. Ну, поговорили, я вижу. Выслушал он. Выслушал хорошо. И всё. Я говорю, давайте вместе. Вы не нападайте, а наоборот. А зачем вам это? Он вроде краевая прокуратура, когда сказали, что мы там были только вчера, он сразу как-то воспринял это с интересом. Ну, и всё. Я тогда вышел, поблагодарил и хотел подать книгу этому помощнику, а его нету. А поехали когда в дороге, встретили его, он идёт на встречу. Ну, Алексей остановился, подозвал, и я его поблагодарил, просто поблагодарил. Не стал давать, потому что раз нельзя, нельзя его не подводить. И с трудом никогда не думал, что книги могут вызвать подозрение. У меня судьи, которые были, я их всех нашёл, всем подарил. Все приняли с большой благодарностью, когда на лагерь Роспотребнадзор нападал. И там я выделил, юрист помог мне наш брат Севастян Бауэр по-мирскому, он Эдуард Викторович. Вот. Ну, и пошли дальше в редакцию «Свет октября», там приехали. А там это и нету. Лилии Владимировны, которая была в Потеряевке на двухсотлетие, и я привёз ей две книги из православия. Для слова Божия нет уст. Ну, главного редактора того тоже нету. Ну, там, или она тут была, я не знаю. Ну, какие-то там были моменты, что подождать надо было. У них там на стене висит 20 грамот. Я говорю, Лёша, снимай всё пока. Ну, и всё это будет в интернете потом. Но пока я решил несколько дней, может быть, ни из чего не выставлять. Потому что выставленный сейчас ролик один здесь помогли нам выставить. Как под именем «Сост» – «Крик души к Богу». Синим таким всё покрыто, как будто бы гроза какая. Ну, посмотрим, что будет. А если я сейчас начну выставлять, да по 10 роликов в день его отодвинут, затрут и не видно. Чтобы он на первом месте был, вот для чего я это делаю. Ну, и дальше, Лёша, по своим делам, насчёт того, что эту землю оформить кого. Какую землю? Землю 0,5 соток. О, 5 гектара. Оформлять. Я говорю, Алексей, бери на себя это. Пошёл, там такая куча. И вот, если кто-то где-то на заброшенных строит коттеджи. Ну, какие коттеджи? Ну, зайдите, зачем подогнать-то? Ну, я говорю, просто возмущён. Как же такими глупыми-то вырасти-то? Ну, норма написана, знали. А тот и не знал, что существует такое. Он написал, вот тот, а тот в тюрьме можно принимать. А что есть фрукты и орехи с мёдом от сердца мне? Он не написал, не пропускает. А тут не написано. То есть бездумно. Бездумно всё. Вот музеи такие, музеи такие. Музеи все в прошлом. Поглазеть. Я делаю для будущего, кто приедет рассказать, как детей сохранить, как научить их, как сделать их истинными христианами по-настоящему. Православие и всё. У меня по-другому. Так, ну, ваши рамки музеев определились, но этого не было, что Бог сделал открыть мне. Это божественное откровение, чтобы сделать музеем. Тут надо... Бывает так, человек. Кто такой учёный? Ну, а тот, кто все знали, что делать нельзя, он не поверил в это, стал делать и получилось. Как порох изобретали, как интернет, как головку высоконапряжения в магнитофонах. У швейной машинки иголка, чтобы ушко было внизу. Это всё по откровению было. Я читал про это. Кто-то во сне видел, как будто ангел открыл, пришёл. Так и здесь. Мне это открыто, передать настроение все в пользу Потеряевки. Они теперь... А мне дали... Это Корщино, село Корщино. В 90-м году специальный документ. Там пять человек подписались. И директоры, и представители совета, и депутаты, и бухгалтеры, и главный агроном. Вот всё подписали, что мне даётся бросовой земли 3 гектара на 10 лет. А вы не продляли. Продлять-то некому. Во-первых, той власти нет. Это при советской власти. А во-вторых, уже в 92-м, через два года, была Потеряевка основана. Уже Краевой Совет утвердил. Восстановить. Всё уже. За подписью губернатора у меня Сурикова Александра Александровича. Посол Белоруссии стал потом. Так что перехода, то есть они... Ну, наши и наши. 150 метров от деревни. Ну, рядом прямо совсем. Никак не... А сейчас по-другому опять сделали, что на ком-то должно быть. Ну, скажи, Алексей, бери на себя, пойми землю. Пять соток. Пять соток. О чём речь-то идёт? И при том, на кучах. Там ямы, кучи, кучи всё. И фундамент какого-то здания, блоки там. Туда ни одной коровы нельзя зайти даже. Ногу сломает. А вам давали 3 гектара. Я не взял. Я почувствовал, что это... Тогда, вспоминая свои чувства, я тогда распределил, где мы купаемся, пусть будет. Где там баня была, где костёр. Ну, нарочно. Колодец где, чтобы 3 гектара как-то набралось. Но ничего не набралось. Даже гектара не набралось. Так что никаких 3 гектаров у меня не было. А хотя, развер... Вот получал я такую бумагу, акт. Я-то всё принёс. И ему, этому прокурору-то, Королёву, Максиму Васильевичу-то, и показал. Вас ввели в заблуждение или вы сами заблуждаетесь? Вы сами решите. Может быть, привыкли, чтобы над ним, как говорят, на цирлах ходили, на четвереньках. Зачем? Я написал заявление. Не знаю, что было, чем вызвано. Я знаю, откуда это идёт. Откуда это идёт? Я могу сказать. Прохожу я мимо вокзала. Гляжу, стоит знакомый журналист. Очень хороший. Для слова Божия нет уст. В моей книге там есть у него 3, кажется, статьи. В лагерь приезжал Черников Александр Тихонович. И такой вид у него. Как будто чем-то он что-то потерял. Поздоровался он мне, говорит, Игнать Тихонович, а вы знаете, что я пишу заказанную статью? Я говорю, какую? От кого? Масоны заказали против вас статью Великобритания. Радиостанция «Свободу». Я говорю, ну и что? Он такой талантливый, видно, пишет, знает, о чём пишет. Дело в том, что две недели, говорит, пишу и ничего не могу написать. Потому что ничего плохого не знаю. Только зачем ты пишешь тогда? У него что-то случилось там где-то. Я не знаю. Дальше я с чужого голоса говорю. Будто бы он где-то взял, ему на счётчик поставили, что он не рассчитался. И он бежал. Но теперь где-то он живёт там. Не знаю. Дело-то в чём. Что заказ очень дальний. Так что и прокуратура могла получить. Все эти галшишники, судавка иуды, как называют их. Могли это сделать. Ну вот вернули, ехали домой и заехали в Корщино. Вот убого вымерено. Едем, кажется, минут 17, что ли, или 13, 2-го. А сельсовет закрытый. Подошли, дёрнули, закрыто. А я не знаю, новый председатель сельсовета, кто. Ну и бабушка едет на велосипеде, старенький, такая. Я остановил её и спросил. Она говорит, да кого за поворотом прямо на первый дом? Мы, правда, поехали. И там вышла девушка. И она матери сказала, она вышла. Заходите в дом. Я говорю, да у вас крысо чистое, давайте сядем. Ну она сразу села. Стали говорить о документах по газу. А я, говорит, могу копию снять. Пойдёмте. Ну, три раза пригласил, а я думаю, ещё же не пойти. Это ну ладно, пойдём. Я сапожки скинул. Алёша Батинович. Это сапоги тоже у него, сапоги, к слову сказать, интересные. Он служил в президентском полку. И те сапоги он только в руках приносит, в церкви надевает. Стоит и такие сапоги офицерские. Ну, в которых там уже Черняховский, как это, погибли, что-то я его не очень правильно могу назвать. Черняховский вроде бы город такой есть. Я увидел, какие сапоги офицерские. Все они так ходили. Сталин в голенищах ходил с голенищами. Вот. Ну и давай тут она копии снимать. Я подаю ей Людмилу Алексеевну. Прошу за неё помолиться. Она говорит, я никогда на них не пойду. Что вы против? Я говорю, сколько у вас бульдозеров? Она говорит, ни одного. Сама засмеялась. Ну, тем более, говорит. Даже если потребуется, я положу заявление об увольнении, но не пойду. Я говорю, зачем же? Ну, уволит, да уволит. Она учительница. Ей что держать? Она учительница, неплохая. А тот-то сидит, его стройность вместо, никакой специальности, может, и нету. Как правило-то, он юрист, у него ничего нету. Вытолкнули. А куда он пойдёт? А что он получает сегодня? Это не 7 тысяч, как я получаю. Это, может быть, умножить надо на 20? Я знаю нормы, какие сегодня они. Ну, факт тот, что мы вернулись домой, заехали на шлюз между первым и вторым мостиком. А деревенские боялись, что прорвёт дамбу. Там раскопали, вода утекает. И вот сегодня, 21-е, я уже назначил её, и мы поедем туда и начнём останавливать воду здесь. С рыжеским закончили, а этот мы быстро закончим. Вот. Ну, ладно. К батюшке приехал, сказал, к Елене Анатольевне барабаш заехал. Так. Пишет мне Александр Александров. Мир вам! Собрать подписи за лагерь Стан. И усердно молиться, молиться, молиться. Нет сносу лагеря Стан. Город Ноябрьск с вами. Спаси Христос. Лагерь Стан. Живи. Вот я скопировал. Но лагерь Стана нету, и лагерь Стана не будет. Он не понял немного. Музей. Музей, чтобы не трогали. Там мы вывесили афиши. В частном порядке музей основан. Я в один день могу его провозносить. Все, он уже основан. Я посмотрел в интернете. Музей уже есть. Но мне нужно выйти на уровень республиканский. То есть Российской Федерации. Может даже на мировой уровень. Показать, насколько необычен лагерь. И какую огромную пользу мы можем принести людям. Не ждать милости от природы, от начальства. Взять их у нее в наши задачи. Как был один садовод Мичурин говорил. Наталья Чемечева. Спаси Христос. Игнатий Тихонович. Молимся. Бог ли не защитит избранных своих вопиющих к нему день и ночь. Хотя и медлит защитить их. Лука 18.7. Наталья Усатая. Мир вашему дому, отец Игнатий. Нашла священника, который крестит полным погружением. 15 минут на машине от моего дома. Договорились с ним, чтобы совершил погружение двум дочкам Александра и Анны. И сына Захарии. Полное таинство крещения совершил. Батюшка Дмитрий. Согласился. Крещение будет 30 июня. В субботу где-то 10.30 утра. Помолитесь за нас. Господи, благослови Наталью. Она из Германии. Муж сирии. Собиралась сюда приехать. И Господь услышал молитву. Мы молились. Бог живой. Бог слышит. Муж детей в церковь не пускает. Сделай все тайно. Батюшка. И мне предложил погружение полное. Я сказал сначала детей, а потом я. Мне надо подготовиться. Я в положении 11 недель. Сильный токсикоз. И есть угроза выкидыша. Ничего не поднимаю. И далеко не еду. Не могу приехать. Тут еще моя свекровь в реанимации. У него диабет. Сильный инсульт был. Муж поедет к ней. Так как он один у матери. И повидаться. Игнать Тихонович. Такой вопрос. Если она скончается на похороны. Мне можно идти? Царствие небесное не могу пожелать. Она во Христа не верит. И курит. И красится. И говорит бранные слова. Как мне себя вести? И что можно сказать, если будут похороны? Никак. Не ходи. И молись о том, чтобы тебя Господь не допустил. Зачем же туда идти? Нечестивые. И ты пойдешь к несчастью. Там демонов кучи. Как душу вынимают из них трезубцам. Как житие святых показывают святого Паисия Великого. По молитвам вашим и священника нашла. Понимаете? По молитвам вашим. Это чего стоит только? Это вообще. Но это такой редкий случай. И она на это пошла, просила и молиться. И мы молились. И она понимает. Я даже не думала, что так дивно и чудно Господь все устроит. И дети будут крещены и спокойнее. Остается учить их. Посты они не соблюдают. Муж во многом препятствует. Детям говорит. Дети мои, в церковь не ходят. Я иду в храм на воскресную литургию. Он когда видит, что я иду, как одержимый делается. И такие бранные слова говорит. Сейчас по стенке размажу. Я быстрее обуваюсь и ухожу. Дети с ним остаются. Прошу ваших молитв за меня и детей. Господи, помилуй их. Куда она, говорится, влипла. Спаси Христос вас, мой любимый отец Игнатий. Видите, какие изречения, выражения, признания в любви. Вы единственный человек, которого я встречаю глубоко верующего, говорящий истину. Вашими молитвами Господь помогает мне. Низкий земной поклон вам. Наталья Усатая. Наталью тоже подключите к молитве. Здесь она очень нуждается в этом. Это стихотворение для вас. О Дух Святой, ты трудишься без меры. Всем мире зла, духовной нищеты. Ты открываешь в Царство Божье двери И падших ко кресту приводишь ты. Преображаешь душу, разум, тело Огнем священной жертвенной любви, Которую великий Бог на деле Через страдания Сына нам явил. И за руку ведя к Голговскому подножью, Что близцезреть Спасителя Царя, Даешь отпор, не верю и безбожью, К погибшим состраданиям горя. И близко-близко к грешникам несчастных Приводишь ко кресту, где распят он, Чтобы навеки во Христе дать счастье Тому, кто через кровь его спасен. О Дух надежды, мудрости и света, Дух созидания истины и сил, Твоим лучом все мертвое согрета. Ты пробуждаешь спящих из могил И, проникая в мрачные темницы, В домишко бедный и в золотой дворец Ты заставляешь смертных всех смириться, Переплавляя гордость их сердец. О, посети метущихся в пороках, Живую воду и на них излей, Пусть ширятся, растут твои потоки, Вращующий и сладостный елей. О, удари сомнений и тревогу, Умножь нас веру пламенем своим, Чтоб каждый стал душой ближе к Богу И был его десницею храним. Дай нам трудиться ревностней И больше всех неживых От спячки поднимать, Пусть будут с нами тридины Божьи, Твоя любовь, общение, благодать. Кто написал, не знаю, может Наталья. Сергей Игнатов. Спаси Христос. В Фейсбуке я распространил Твое, Игнатий Тихонович, сообщение По музею Лагерестана. Молюсь и прошу Твоих молитв, Отче. Игнатов Сергей. Юрий Соболев. Миром, Игнатий Тихонович, Прочел Великопостное письмо. О, понимаете, как солнце ударило в глаза И невозможно утро. Александра Столженицына. Будто вчера написал его русский писатель Провидец. Кроме обилия храмов Не изменилось ничего. Вот текст письма. Как это актуально, Можно переслать и сегодняшнему патриарху. Александр Столженицын. Великопостное письмо патриарху Пимену. Крестопоклонная неделя 1972 года. 28 до 18, 46 лет назад. Святейший Владыка. Камнем гробовым давит голову И разламывает грудь Еще недомершим православным русским людям То, о чем это письмо. Все знают и уже крикнуто вслух И опять все молчат обреченно. И на камень еще надо камешек приложить, Чтобы дальше не мощь молчать. Меня таким камешком придавило, Когда в рождественскую ночь Я услышал ваше послание. Защемило то место, Где вы сказали, наконец, о детях. Может быть, в первый раз за полвека С такой высоты, Чтобы наряду с любовью к отчизне Родители прививали бы своим детям Любовь к церкви. Очевидно, и к вере самой вопрос. И ту любовь укрепляли бы С собственным добрым примером. Я услышал это, И поднялось передо мной Мое раннее детство, Проведенное во многих Сарковных службах. И то необычайное по свежести И чистоте изначальное впечатление, Которого потом не могли стереть Никакие жерновая, Никакие умственные теории. Но что это? Почему этот честный призыв Обращен только к русским иммигрантам? Почему только тех детей Вы зовете воспитывать В христианской вере? Почему только дальнюю паству Вы остерегаете Распознавать клевету и ложь И укрепляться в правде и истине? А нам распознавать? А нашим детям Прививать любовь к церкви Или не прививать? Да, повелел Христос Идти разыскивать Даже сотую потерянную австу. Но все же, Когда девяносто девять, На месте. А когда и девяносто девяти, Подручных нету. Не о них ли должна быть Забота первая? Посему, придя в церковь Крестить сына, Я должен предъявить Почему? Паспорт. Для каких канонических надобностей Нуждается Московская Патриархия В регистрации крестящихся душ? Еще удивляться надо Силе духа родителей Из глубины веков Унаследованному Неясному душевному сопротивлению, С которым они приходят Проходят Доносительную эту регистрацию, Потом подвергаясь Преследованию по работе Или публичному Высмеянию от невежды. Скажу, Нужно регистрировать, Но списки-то давать Властям Незачем Но на том Истекает настойчивость. На крещение младенцев Обычно кончается Все при общении детей к церкви. Последующие пути воспитания В вере глухо закрыты для них. Закрыт доступ к участию В церковной службе. Иногда к причастию. И к причастию. А то и к их присутствию. Мы обкрадываем наших детей, Лишая их неповторимого Чисто ангельского восприятия Богослужения, Которое в зрелом возрасте Уже не наверстать И даже не узнать, Что потеряно. Перешиблено право Продолжать веру отцов, Право родителей Воспитывать детей В собственном миропонимании. А вы, церковные иерархи, Смирились с этим И способствуете этому, Находя достоверный признак Достоверной свободы Вероисповедания в том, В том, что мы должны отдавать Детей беззащитными Не в нейтральной руке, Но в удел атеистической пропаганде. Самый примитивный И недобросовестный В том, что отращество, Вырванному из христианства, Только бы не заразились им. Для нравственного воспитания Оставлено ущелье Между блокнотом агитатора И уголовным кодексом. Уже упущено полувековое прошлое, Уже не говорю Вызволить настоящее, Но будущее нашей страны Как спасти? Будущее, которое Составится из сегодняшних детей. В конце концов, Истинная и глубокая Судьба нашей страны Зависит от того, Окончательно ли укрепиться В народном понимании Правота силы, Или очиститься от затмения И снова засияет Сила правоты. Сумеем ли мы восстановить Себе хоть некоторые Христианские черты Или дотеряем их все до конца И отдадимся расчетам Самосохранения и выгоды? Изучение русской истории Последних веков убеждает, Что вся она потекла Несравненно человечнее И взаимосогласнее, Если бы церковь Не отреклась от своей самостоятельности И народ слушал бы голос ее, Сравнимо бы с тем, Как, например, в Польше. Увы, у нас давно не так. Мы теряли и утеряли Светлую этическую Христианскую атмосферу, В которой тысячелетию Устаивались наши нравы, Уклад жизни, Мировоззрение, Фольклор, Даже само название людей Кристианами. Мы теряем последние Черточки и признаки Христианского народа. И неужели это может Не быть главной заботой Русского патриарха? По любому злу В Дальней Азии Илья Африке Русская церковь Имеет свое взволнованное мнение. Лишь по внутренним бедам Никогда. Никакого. Почему так традиционно Безмятежно послания, Нисходящие к нам С церковных вершин? Почему так благодушны Все церковные документы, Будто они издаются Среди христианейшего народа? От одного безмятежного послания К другому. В один ненастный год Не отпадет ли нужда Писать их вовсе? Их будет некому обратить. Не останется паства, Кроме патриаршей канцелярии. Вот уже седьмой год пошел, Как два честнейших священника Якунин и Эшлеман Своим жертвенным примером Подтверждая, что Не угад чистый пламень Христианской веры На нашей родине. Написали известное письмо Вашему предшественнику. Они обильно и доказательно Представили ему то добровольно Внутреннее порабощение Да самоистребление, До которого доведена Русская церковь. Они просили указать им, Если что неправда В их письме. Но каждое слово Их было правдой. Никто из иерархов Не взялся их опровергнуть. И как же ответили им? Самым простым и грубым Наказали за правду Отвергли от богослужения. И вы не исправили Этого на сипа сегодня. И страшное письмо Двенадцати вятичей Так же осталось без ответа И только давило их. Давили. И по сегодня Все так же сослано Монастырское заключение, Затащение. Единственный бесстрашный Архиепископ Ермоген Калужский, Не допустивший Закрывать свои церкви, Сжигать иконы и книги Запоздало стервенелому Атеизму, Так много успевшему Перед 1964 годом В остальных епархиях. Седьмой год, Как сказано, В полную громкость. И что же изменилось? На каждый действующий храм Двадцать запустений И осквернений. Есть ли зрелище Более надрывное, Чем эти скелеты Достояния птиц И кладовщиков? Сколько населенных мест По стране, Где нет храма? Ближе ста И даже двухсот километров. И совсем без церкви Остался наш север Из давних Хранилища русского духа И предвидимо Самое верное Русское будущее. Всякое же попечение Восстановить Хоть самый малый храм Под набоким Законом Так называемого Отделения церкви От государства Перегорожено Для делателей, Для жертвователей, Для завещателей. О колокольном звоне Мы уже и спрашивать не смеем. А почему Лишина Россия Своего древнего украшения Своего лучшего голоса? Да храмы ли? Даже Евангелие У нас нигде не достать. Даже Евангелие Везут к нам Из-за границы, Как наши проповедники Везли когда-то То на Индигирку. Седьмой год. И хоть что-нибудь Отстояно церковью, Все церковное управление, Поставление пастыря и епископов И даже бесчинствующих, Чтобы удобнее Вы смеете разрушить церковь, Все так же секретно ведется Из Совета по делам По делам религии. Церковь диктаторски Руководимая атеистами, Зрелище, невиданное За два тысячелетия. Их контролю отдано И все церковное хозяйство, Использование церковных средств, Тех медиков, Опускаемых набожными пальцами. И благолепными жестами Жертвуется По пять миллионов рублей В посторонние фонды, А нищих гонят в шею с паперти, А прохудившуюся крышу В бедном приходе Не на что починить. Священники бесправны В своих приходах. Лишь процесс богослужения Еще пока доверяется им. И то, не выходя из храма, А за порог к больному Или на кладбище Надо спрашивать Поставление, Навление горсовета. Какими доводами Можно убедить себя, Что планомерное разрушение Духа и тела церкви Под руководством атеистов Есть наилучшее сохранение ее. Сохранение для кого? Ведь уже не для Христа. Сохранение чем? Ложью? Но после лжи Какими руками Совершать Евхаристию? Святейший Владыка, Не пренебрегите Вовсе моим Недостойным возгласом. Может быть, Не всякие семь лет Вашего слуха достигнет И такое. Не дайте нам предположить, Не заставьте думать, Что для архипастеря Русской церкви Земная власть Выше небесной. Земная ответственность Страшнее ответственности Перед Богом. Ни перед людьми, Ни тем более На молитве, Ни с лукагом. Что внешние путы Сильнее нашего духа. Не легче было И при зарождении Христианства, Однако оно выстояло И расцвело. И указало путь Жертву. Лишенный всяких Материальных сил В жертве Всегда одерживает победу. Дай Бог, Вот и нам тоже Сейчас по музею. И такое же Мученичество, Достойное первых веков, Приняли многие Наши священники-единоверцы На нашей живой памяти. Но тогда Бросали львам. Сегодня же Можно потерять Только благополучие. В те дни Колено, Опускаясь перед крестом, Вынесен на середину Храма, Спросите Господа, Какова же иная цель Вашего служения В народе, Почти утерявшем И дух христианства, И христианский облик. Думаю, что На сегодня уже хватит 47 минут. Пока. Смотрите, Смотрите продолжение в следующей серии.